Забастовка у Манежа. Строители торгового центра на протяжении 12 часов преграждали путь посетителям. Такой своего рода протест сотрудники фирмы «Артстрой» провели не случайно. На протяжении трех месяцев им мешают пройти на территорию Манежа и начать снос части здания и парковки, признанной по решению суда незаконно возведенной. По мнению юристов, имея на руках все необходимые документы для сноса, они сталкиваются с полным правовым беспределом. Подробнее в сюжете Екатерины Барковской. Торговый центр закрыт, говорят строители и преграждают путь посетителям торгового центра «Манеж». Забастовку у дверей Манежа строители начали от безысходности. Уже третий месяц сотрудники подрядной организации «Артстрой» тщетно пытаются пройти на территорию торгового центра, чтобы снести несколько помещений. Решением суда часть здания Манежа и автопарковка по улице Дзержинского, 12 подлежит демонтажу. Но с таким приговором не согласен владелец торгового центра. Ежедневно его охранники преграждают путь строителям, препятствуя началу сноса. В городской нет документов, при которых они могут сюда сноса. По закону исполнения решения суда о сносе здания лежит на плечах судебных приставов. Но из-за нехватки денежных средств все затраты по демонтажу построек взяли на себя из ци этого дела. Они заключили договор подряда с компанией «Артстрой». И из-за ежедневного простоя техники и строителей они несут колоссальные финансовые потери. Каждая попытка пройти на территорию торгового центра заканчивается всего лишь оформлением приставов административного протокола на охранников Манежа. Есть статья еще 315-я. Уголовная предусматривает ответственность. Поэтому посмотрим. А в каком случае они будут к ней привлечены? Уголовная ответственность. Согласно закону? Два предупреждения. Не менее двух. А у вас сколько предупреждений сегодняшний день вынесли? Одно. Сегодня второе, да? Сегодня второе будет. Согласно закону, если следующая попытка пройти на место сноса помещения у строителей не увенчается успехом, к этому резонансному делу будут подключены силовые структуры судебных приставов, которые, к слову, за несколько месяцев тщетных попыток прохода на территорию Манежа ни разу не были привлечены приставами. Они неоднократно осуществляли попытки выхода на объект, но, к сожалению, не увенчаются успехом. Хотя, по нашему мнению, у приставов есть достаточно сил и средств, чтобы исполнить решение суда. По нашему мнению, это просто нежелание приставов исполнить решение суда. Но для нас непонятно, почему в одних судебных решениях у приставов существует определенное рвение, исполнить решение суда, а здесь почему-то бездействие полное происходит. Счет идет на дни, говорят строители. Опасная в эксплуатации парковка уже начала рушиться. Очевидцы этого ЧП говорят, что ночью 30 августа обвалилась бетонная кладка парковки. По счастливой случайности, находившиеся вблизи обрушения люди успели отойти и спаслись. Уже сейчас стало понятно, что стены парковки не выдержали сильного порыва ветра. По мнению свидетелей ЧП, причина обрушения кроется в плохом качестве строительства бетонной кладки. Начали светить на эту стену, то увидели, что свисают эти блоки. Почему так и случилось, и раствор, который соединяет пеноблоки, он рассыпается в руках. По всей видимости, на мой взгляд, что это нарушение технологии и раствора для укладки этих пеноблоков. Специалисты говорят, что в следующий раз бетонная кладка может не выдержать дождя и морозов и обрушиться полностью. В этом случае человеческих жертв уже, возможно, избежать не удастся.